Привет, телеканал СТП, и в эфире передача «Важнее на счастливе». И сегодня у нас в гостях необычный человек, это победитель второго сезона. Человек, который сбросил целых 74 килограмма. Это встречайте, да. Валентин, Валентин, прошу, выходите к нам. Осторожно, ветер, Валентин. Отпустите меня, пожалуйста. Я больше не буду есть после шести. Но на случай, прошу, отпустите меня, я очень хочу к маме своих, пожалуйста, отпустите. Присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Войне, что с вами? Слава. Так, раз, мама, кофе? Можно. С молоком? С мясом. Хочешь с мясом? Да. Так, может, лучше куторую? Да. Как с мясом? И перечень, мои. И кофе? Кофе и динута. Тогда можно лучше чай? Можно. С сахаром? Своим мясом. Что с моим мясом? Что с моим мясом? Ну, быстро и принесите на мост. Хорошо, пока нам это все принесут, расскажите нам немножко о проекте. Вам там хотелось кушать? Нет. Нет? Нет. Жрать хотелось! Уже нет. Значит, ну, насколько я знаю, нам тренеры просто могли как-то ограничить ваше питание. Да. Что они сделали для начала? Для начала они выпили зубы. А? Всем. Ну, как же вы согласились, что я участвовал в таком проекте? Первое, что я спросил органижекторов, это будет ли у нас трехназовое питание. Так. Они ответили «да» и, что интересно, не обманули. Не обманули? Нет, за пять месяцев нас действительно покровели три раза. Ну, вы хорошо, интересно, с чего вы еще не завозили? С пробежки. Вы бегали? Бегали. Куда? Никуда, а от кого? От кого? От собак. От собак. Выстоит. Почему он собак? Зачем? Сбрасывали вес. Ну, почему он собак? Так же тренажеры. Нет, мы их съели еще в первый день. Как съели? Так, вместе со штатами. Но она же железная. Ну, такая вкусная. Там блины еще были. Тоже железные? Да. Хорошо, расскажите. А что было потом? Целую неделю мы ничего не ели. Так. А потом у нас был разгрузочный день. Разгрузочный день? Да, нас приняли разгружать вагоны. Что было в вагонах? Ящики. Чем? С полосой. Не заставили нас разгружать ящики с полосой. С полосой. Я там чуть не умер. От тяжести. От запаха. Скажите, ну ты разгрузила какой-то результат? Да, я потерял три килограмма. Чего? Слювы. Понимаю. Ну, вот так. Чем нас там кормили? На завтрак? Да. Укропом. На обед? Укропом. А, на ужин? Укропом. Нас же что, кормили только одним укропом? Нет, иногда были котлеты. Еще из укропа. Ну, я так понимаю, укроп это было блюдо дня. Да там все и так было. Одна сплошная блюдо дня. Значит, нашел, что это было блюдо? Нет, иногда нам давали деликатески. Вот. Давали деликатески? Какие? Ну, вот знаете, сыр с плесенью. Да. Так вот, сыр нам не давали. Простите, хорошо, но кто составлял дурацкий амин? Валя. Какая Валя? Наш диеток. Ну, хорошо, допустим. Но вот, а мясо вам давали? Давали. То есть, мясо до вас доходило? Нет. Как мне сказали, до Валя. Да, до Валя доходило. Но вот нет. Ну, а как вы еще проводили свободное время? Может быть, ахопия у вас была? Ахопия? Нас как-то один раз сегодня посадили в хопию и повезли в лес. Какой лес? Я не помню. Ну, какие там были грибы? Сосные грибы? Сосные грибы? Мы там что-нибудь? Мы же разносили. Помню, мы там с товарищем нашли грибы. Какие грибы? Непонятного вкуса. Непонятного цвета. Ну, вкуса цвета вообще нет. А вы правы. Товарища больше нет. Хороший был парень. Сколько денег не пробовал. Ого, опытный был. Да, он на этом где-то и кошку съел. Какая дельская собака? Да, кого смотрел, того и съел. Переминал. Ну, что ж, дорогие друзья, у меня у вас получается мероги. Не говорите о них. Не говорите о них. Скажи, пеноки, не говорите, мне плохо становится от этого. Хорошо, я не могу. Прекажите, трое вопрос, как вы проводите свой отпуск. Осень в Египте, зима на лыжах, весна в Греции. А как лето? А какая котлета? Не говорите о них, я же попросил вам. Нет, можно с торговли. Хорошо, скажите, где вы родились? В Одессе. Да, как рубль. В Межеведовске. Вы что, издеваетесь на данный момент? Нет, не говорите. Не говорите про меня. Он переборщил. А вы пидоноките что? Какой переборщил. А что не вошел? Я вообще задам вам последний вопрос. Скажите, у вас дети есть? Да не говорите, вы при мне слово есть. Вы не понимаете, ну, я вообще при вас не буду говорить. Вы еще говорите за мной. Трудно, что ты? У вас нос с картошкой. И ухо на варенье похоже. Что у вас в рту? Ничего. У вас там язык. Жизнь. Соленой. У вас есть. Соленая.